В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте в студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В муниципалитете началась избирательная кампания. Просто не хочется бросать на полпути, что называется. Много начато, хочу их завершить. Летний сезон, активная пора ремонта дорог и бордюров в Ленинском городском округе. Работа практически закончена у нас по тротуару и укладке плитки на советском проезде. Идеальная контейнерная площадка. Как она должна выглядеть и кто ее должен содержать. Зетевые магазины частенько имеют свою контейнерную площадку. Управляющие компании. Неважно, закон распространяется на всех. В единый день голосования 19 сентября в России пройдет масштабная выборная кампания. Избирателям Московской области предстоит сделать свой выбор и определиться, кто будет представлять их интересы в государственной и областной думах. Кандидаты от партии начали подавать документы в окружные комиссии по месту выдвижения. Рассказывает наш корреспондент Галина Житкова. Избирательный процесс в нашем муниципалитете будет курировать одна из самых больших по численности территориям во всей Московской области окружная комиссия номер 10. Предвыборная кампания стартовала еще месяц назад с подачи документов на выдвижение кандидатов и продлится до 4 августа. Мы окружная комиссия, связанная с кандидатами, которые баллотируются не списком, а по одном мандатным округам, то в настоящее время на нашей территории заявлено пока что 6 кандидатов, 5 из которых уже подали нам документы и двое уже подали документы на регистрацию. Подал свои документы на выдвижение кандидатам от партии в региональный парламент и действующий депутат Московской областной думы Владимир Жук. Своё решение народный избранник мотивировал желанием продолжить активную работу с жителями по решению социальных вопросов. Прошло 5 лет, я вижу, что много сделано, но появилось столько вопросов, проблем и задач, что просто не хочется бросать на полпути, что называется. Много начато, хочу их завершить. Ну и кроме этого я вижу, что есть поддержка. После процедуры подачи документов кандидатам предстоит пройти проверку в различных службах и ведомствах. И лишь потом регистрация, активная фаза выборной кампании. Итог, который будет ясен в единый день голосования. Сотрудники окружного и территориальных комиссий уверены, что жители округа будут активно голосовать и готовы к наплыву избирателей. Нагрузка большая, особенно комиссии, которые в новых микрорайонах. Там число избирателей у них уже подходит к 3000. То есть это очень много. Для сравнения, если брать старую застройку, старую часть города, там на комиссию приходится где-то полторы тысячи избирателей. Еще два месяца остается до единого дня голосования. Это достаточный срок для кандидатов, чтобы проявить себя. А избирателям сделать правильный выбор. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Летний сезон – активная пора ремонта дорог и бордюров в Ленинском городском округе. Строительную технику можно встретить в разных уголках муниципалитета. Иногда это создает для водителей и пешеходов временные трудности. Как это произошло на улице Школьной, в Видном, где начался ремонт тротуара. Благодаря открытию выезда из шестого микрорайона и расширению колец в начале и конце Советской улицы, трафик здесь значительно снизился. Тем не менее, на улице Школьной наблюдается довольно интенсивное движение. И хотя ремонтируют вовсе не проезжую часть, главные проблемы именно у водителей. Тротуар здесь немного находится вне дольтернативного состояния, поэтому было принято решение о его благоустройстве. Несколько сотен метров асфальта, который был на этом месте, заменят на тротуарную плитку. Сейчас рабочие поднимают и увозят старое дорожное полотно. И после подготовки грунта начнется укладка нового покрытия. Похоже, ремонт недавно завершился в другом месте города Видное. Работа практически закончена у нас по тротуару и укладке плитки на советском проезде. Это уже видно, это рядом с кинотеатром «Искра». Два тротуара благоустройства кинотеатра «Искра» и самого тротуара. Две плиточки, они очень симпатично коррелируют с друг другом. Администрация округа просит жителей Видного с пониманием отнестись к работам и отмечает, что те будут проведены в максимально сжатые сроки. Надлежащее состояние контейнерных площадок – одно из требований к баланса с содержащим организациям, за исполнением которого следит Госадомтехнадзор. Регулярно инспекторы выходят в рейды, чтобы фиксировать нарушения и отмечают, что видно не так много площадок, отвечающих всем требованиям. О том, как в идеале должна выглядеть контейнерная площадка, расскажет Юлия Погасьян. В летний период такая картина в зеленых аллеях повторяется с завидной регулярностью. Раз в неделю сотрудники местной управляющей компании водой и моющим средством чистят контейнерные площадки. А их на территории микрорайона более 20. После тщательной уборки площадки посыпают хлорсодержащим порошком. Сами понимаете, арбузы, пищевые отходы, жара стоит. Мы знаем стереотип площадки, от нее дикий запах стоит. Поэтому стараемся максимально сделать комфортное проживание для наших жителей. Помимо чистоты, все элементы контейнерной площадки должны быть исправны. Ограждающий каркас, который устанавливается с трех сторон, крыша, мусорные баки, твердое напольное покрытие. Обязательное и наличие информационной таблички с графиком вывоза отходов. Разумеется, никаких мусорных завалов и крупногабаритных вещей. За качество содержания площадок отвечают балансосодержащие организации. А за исполнением их обязанностей следят инспекторы ГОС Адамтехнадзора. Балансдержатели контейнерных площадок обязаны следить за своей территорией. То есть это их объект, они обязаны содержать в чистоте, порядке и благоустройстве. Значит, бывают предприниматели, там, зетевые магазины частенько имеют свою контейнерную площадку. Управляющие компании. Неважно, закон распространяется на всех. Далеко не все контейнерные площадки Ленинского городского округа похожи на те, что расположены на территории микрорайона «Зеленые аллеи». Много жалоб от жителей Расторгуевской части города Видное. Эта площадка на первом Калининском проезде славится своей неопрятностью. И таких здесь большинство. Контейнеры на содержании у регионального оператора Каширского. Контейнерная площадка в данном случае на содержании муниципального бюджетного предприятия «Дорсервис». В отношении балансдержателя этой контейнерной площадки обязательно сейчас направим уведомление о вызове в отдел для составления протокола при лечении к ответственности. Как отметила Виктория Ильина, штрафы за каждый пункт нарушения суммируются. В итоге получается кругленькая сумма. А за неисправные баки, претензии к Аширскому оригинальному оператору выдвинет административная комиссия. Юлия Погасян, Кирилл Аманов, Екатерина Давлятова. Видно. Этв. Ежегодно 20 июля в мире отмечают Международный день шахмат. Праздник касается всех любителей этого спорта. И профессионалов, и новичков. Для видновчан двух разных поколений, пенсионеров и школьников, на доске в 64 клетки прошел праздничный турнир в центре Вера. Если вы хотите развить логическое мышление, повысить внимательность и улучшить память, добро пожаловать в шахматы. Сегодня этой игрой интересуются дети и взрослые по всему миру. 20 июля в Международный день шахмат в центре Вера собрались спортсмены разных возрастов, чтобы в поединке отметить праздник. Это встреча двух поколений. Я думаю, что сегодня будет очень интересно нашим ребятам сыграть с ветеранами. Это будет, я думаю, такой интересный социальный турнир. Соревнования проходили параллельно. Турнир разделился на партии между юными участниками и шахматистами старшего поколения. На столе таймер, ограничивающий время на обдумывание хода. Внимательно за соблюдением правил следит судья турнира. Но, несмотря на всю серьезность обстановки, главной целью была не победа. Больше хотелось интересно провести время. Опять не все проиграно. Еще много будет впереди побед. С этим согласна и Полина Колпакова. Она занимается шахматами немногим более полугода. Первое время часто проигрывала. Сейчас же, благодаря усердной работе, улучшила свои навыки. У меня была книжка. Там было очень много задач. Я их порешала. Я уже скоро пройду первый угол. Любовь к шахматам у многих идет из детства. Борис Коваленко сел за доску еще во втором классе. Сегодня он часто играет со своими друзьями. Проводит время с пользой. У меня есть шашки из шахмата. Шашки получаются, шахматы похожие. Но шахматы более интересные. Я сегодня день шахмат. Считается, что шахматы появились в Индии в 6 веке. За многолетнюю историю этот спорт не потерял актуальности. В соревнованиях в Центре Вера приняли участие 8 человек. А победила дружба. Здесь каждый мат в радость. Шахматисты, вне зависимости от позиции в турнирной сетке, получили новый опыт и заряд позитивных эмоций. Александра Столярова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok